МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рецептурных лекарств теперь с 1 сентября. Только по предписанию врача на специальном бланке с номером и печатью контролировать, как ожидается, буду тоже строго. К чему приготовиться нам, пациентам? Как быть людям с хроническими заболеваниями? Потому что в поликлинику ты не набегаешься. Легко ли сегодня записаться на прием по старинке, бесплатно, как мы говорим, по ОМС? У нас в студии Игорь Цикорин, сопредседатель Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Департаменте здравоохранения Москвы. Игорь Викторович, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемый. Вообще, у нас, получается, у нас же большинство препаратов в аптеках, это как раз рецептурные лекарства. Как жить по новым правилам? Да, ну, на самом деле, сама ситуация с отпуском, именно тех препаратов, которые в аптеке продаются или выдаются, у нас есть бесплатные лекарства, которые выдаются по льготному рецепту, они должны и обязаны контролироваться. И еще древности говорили о том, что лекарство – это яд. И только дозировка и точное его применение из этого яда делает лекарство. А без врача и без рецепта мы этого не достигнем. В свое время в аптеках при наших царях, еще при Иване Грозном, я помню, нам рассказывали, что продавали там что, мед, орехи, когда еще яда не было. Ну, вы знаете, большое количество соли может быть и ядом, которое может убить человека, все зависит от дозы. Поэтому контроль обязательно нужен, и мы приветствуем это дело. То есть именно, ну, много сейчас говорят о том, что антибиотики, резистивность развивается, и их неуправляемое применение приводит к таким нежелательным последствиям. Мы просто останемся без антибиотиков. Игорь Викторович, ну, мы прекрасно понимаем, что с одной стороны нужно бороться с самолечением, нужно просвещать людей, нужно объяснять, что это... С другой стороны, нужно создать ситуацию, когда, понимаете, запись к врачу – это не вот эта вот битва, понимаете, битва за это окно. Первая битва, она по телефону с этим роботом, который тебя слушает, на которого уже люди там чуть ли не матом кричат. Верно, верно. Да, они могут записаться нормально. Потом фактическое время приема вообще, есть ли эти окна, да? И вот отсюда начинаем плясать. Конечно, конечно. Вы абсолютно правы, что данная ситуация, как мы видим, с 1 сентября, если мы говорим, да, может привести к тому, что количество пациентов, которые придут именно за рецептом, которые до этого они получали, в общем, достаточно оперативно, или просто уже привыкал к ним в аптеке, кто-то выдавал им, а тут им придется идти. Это потеря времени, это огромные очереди, которые могут возникнуть. Мы и так знаем, что попасть к врачу не так легко, а здесь могут возникнуть, в общем-то, достаточно много трудностей. Игорь Ильич, а можно сначала как-то отрегулировать эти вот такие процессуальные вещи, а потом внедрять, а не наоборот? Я с вами абсолютно согласен. Та система, которая сложилась, плоха она или хороша, она есть. И к ней привыкли люди, привыкли аптеки, аптечные привыкли врачи. И, конечно, нужно было что-то менять в этой системе планово, какие-то небольшие вот такие попытки, но никак кардинально не подходить, потому что действительно это может привести к очень серьезным таким последствиям. Последствиям того, что без препарата может остаться пациент, которому он крайне необходим, это может привести к улучшению самочувствия. Тот же психологический фактор, который пациенты будут испытывать, даже сейчас, уже готовясь к этому, это тоже на здоровье положительно не действует. Есть пути, пути решения, которые, в принципе, общественно, Всероссийский союз пациентов предлагал, и предлагал уже заранее. Сейчас расскажете, я просто хочу обратиться к зрителям. Уважаемые зрители, как вы сейчас добываете, извините за выражение, лекарства? Сложно это? Просто? Что касается рецептурных препаратов, с чем вы лично сталкивались? Расскажите нам, можете позвонить, 8 800 222 2014. Итак, что предлагают? Да, ну, во-первых, прежде всего, выписка рецепта, да, то есть мы представим ситуацию, мы приходим, рецепта у нас нету, нам нужно отправляться в поликлинику. В поликлинику пришли очереди, а нам нужен завтра препарат. Ну, значит, надо увеличить каким-то образом, сделать какую-то фельдшеру, медсестру, которая может хотя бы планово, хроническим больным, кому не нужен осмотр, кому нужно просто подтвердить выпуск этого рецепта, то есть сделать отдельное окно, которое будет этим заниматься. А как там ее сделать? Там все вставки расписаны, понимаете? Тут теперь каждое предприятие, понимаете, это как коммерческое предприятие. Правильно, вы говорите, потому что аптечные ведь наши, все аптеки наши, они когда-то были под управлением Минздрава, было центральное аптечное такое управление в этот период СССР, а на сегодняшний день они подчиняются Минздраву, ну, буквально, когда получают лицензию на лекарственное обеспечение, это Росздравнадзор занимается и контролирует лекарства. А вот какое время она работает, аптека, как? А, ну, наверное, еще выпускаем момент, Минздрав еще отвечает за подготовку персонала, который там работает, да, не заканчивая медицину. А все остальное цену и регулирует Минпромторг, то есть это уже какие-то торговые взаимоотношения, но никак не медицину. Поэтому и первое предложение, на котором давно настаиваем, это управление и ассоциации аптечные с нами согласны, что необходимо единое управление, которое поможет в данной ситуации. И тогда можно было бы как раз создать мистер. Мы не можем посадить, да, ну, самое простое такое на поверхности, это посадить врача в аптеке, чтобы он давал рецепт. Ну, в принципе, логично, может быть, было бы, но... Было бы лучше, потому что люди и так сейчас приходят в аптеку и начинают... Конечно, подтверждение, да. ...у провизора спрашивать. А провизор не имеет права, на самом деле. У меня что-нибудь от головы, девушка. Но здесь мы упираемся в то, что аптека не может, у нее нет лицензии на медицинскую деятельность, она не может этим заниматься. И вот замкнутый круг, то есть мы возвращаемся обратно в больницу, и только там мы решаем. Электронные рецепты. Вот еще один вариант. Но, опять же, это запустили только в некоторых городах. То есть это пилотные проекты. Это чтобы бабушка достала из-за пазухи смартфон и привила какой-то QR-код. Да. Ну, вот правильно. Она может не доставать, она может показать паспорт, а в аптеке, которая связана единой системой, это может отобразиться. Но это в крупных центрах, в крупных городах. А сейчас мы говорим о всей России, о тех небольших городах, поселковых, где не так все это просто. И данная ситуация приведет, когда они записываются и едут за 50 километров к врачу. Ну, как тогда поступать? Дай сейчас примем звонок. У нас много людей на линии наших зрителей. Вера из Магнитогорска. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Пожалуйста, вы в эфире, Вера. Рассказывайте. Я хочу задать следующий вопрос. При заболевании, человек заболел, да, врачи выписывают лекарства, они очень даже не дешевые, стоят несколько тысяч рублей. Лекарства пишут на листочке, аптека отпускает, но нельзя вернуть подоходный налог с этих затрат. Ну, я думаю, это отдельный вопрос. Тоже важный, конечно. На самом деле, да, здесь тоже достаточно глубокий вопрос. Вопрос в том, что врачи на сегодняшний день привыкли выписывать действительно на листочках или, ну, дай бог, на эпикризе на каком-то выпишут. И на самом деле сегодня врачи разучились выписывать правильно рецепт. Ну, что такое рецепт? Рецепт – это письмо врача к фармацевту, где он описывает, что вы... Понятным почерком. Ну, вот как раз непонятным только... Это взаимоотношение между фармацевтом и врачом. И там совсем маленькое внизу для пациента, как принимать, в какое время это вот для пациента. А все остальное – это для фармацевта. И поэтому разучились. А любое нарушение, если это закон вступит в силу по всей России, любое нарушение в этом бланке будет означать отказ. И вот представьте, человек пришел, оставил очередь, вернулся в поликлинику. А такие случаи уже есть. Я прочитаю, как пишут зрители, так и прочту. Москва нам пишет. Подозреваю, что это придумал иноагент, желающий вызвать социальный взрыв. Так что необходимо это решение отменить. Пока не поздно. От себя добавлю, пока не протестируется и не заработает, может, в каком-то пилотном режиме. Пилотно, абсолютно правильно. Нормальная, приемлемая схема. Давай сейчас подключим к нашей беседе Николая Прохоренко. Это эксперт в сфере общественного здравоохранения. Здравствуйте, Николай Федорович. Здравствуйте. Вопрос первый, я думаю, что универсальный. В этом вопросе многие себя узнают. У нас же сейчас не терапевт решает, какое тебе лекарство иной раз принять. А, например, узкий специалист. А мы знаем, что это вилка длиной... К одному ты записываешься, ждешь приема через две недели. К другому тебе открывают эту запись тоже две недели. Итого, в общем, ждать рецепты. Например, если мы говорим о каких-то сердечно-сосудистых заболеваниях, которые выписывает кардиолог, можно, наверное, месяц точно. Николай Федорович, как этот вопрос решить? Можно как-то избавиться от, извините за выражение, от посредника в виде терапевта для записи? Терапевт в данном случае не посредник. Это наша парадигма оказания первичной медико-санитарной помощи. Поэтому в данном случае мы должны поменять тогда сам принцип и модель первичной медико-санитарной помощи на участки. И тогда уже, соответственно, может быть, что-то будет другое. Я хочу сказать по теме. Мы, наверное, немножечко зрителям должны объяснить, что это никакой особо не новый закон. Это просто отсроченный закон, который пытались ввести в 2020 году. То есть тогда, как раз когда был внедрен мониторинг движения лекарственных препаратов, это государственная система информационная. Ну тогда, когда был ковид, Николай Федорович, и тогда, видимо, не решились вводить эту практику. Тогда был не столько ковид, сколько в 2020 году как раз наблюдалось очень серьезный технический сбой в этой системе мониторинга. И был принят так называемый уведомительный порядок вноса, внесения данных о движении лекарственных средств. И этот уведомительный порядок как раз действует, и действовало до 1 сентября, будет действовать. И 1 сентября уведомительный порядок будет отменен. И это будет означать действительно необходимость всем организациям, которые участвуют в движении лекарственных препаратов, а это не только аптеки, но и больницы, в данном случае непосредственно в момент приема препаратов вводить их серии, номера и так далее и тому подобное. То есть связывать с этой системой. А в аптеках, соответственно, при отпуске, то есть при приеме, да, абсолютно точно так же. И еще при отпуске, то есть когда необходимо будет в момент отпуска указать номер рецепта, указать дату, указать лечебное учреждение, которое его выдало, то есть врач, от которого выдал рецепт. И, соответственно, для чего нужен вообще... Николай Федорович, извините, а вот так, навскидку, сколько вот эта процедура вбивания этих кодов может занять во время там приема пациента, например? Сколько это времени отнимет? Это будет какая-то простая процедура? Или ему придется там, так сказать, доставать бумажку, смотреть, сличать коды, вот, и долго-долго все вот эти 15 минут как раз искать это лекарство? Я думаю, что в большинстве аптек, особенно сетевых, есть соответствующие программные средства, рецепты снабжены какими-то средствами полуавтоматического, собственно говоря, ввода, то есть штрих-коды, какие-то QR-коды и так далее, которые, в принципе, в большинстве случаев должны обеспечить очень быстрый ввод этих всех реквизитов. Но нельзя забывать про то, что у нас не все аптеки оборудованы, не все МИСы это поддерживают в лечебном учреждении, и поэтому в данном случае какие-то сбои, они точно будут, потому что система достаточно сложная, и там много очень действующих лиц. Николай Федорович, давайте максимально понятно, вот вашу точку зрения, чтобы мы тоже отразили. Как вы считаете, вообще, в принципе, опасно сейчас вот вводить это решение, воплощать в жизнь? Может быть, еще подождать? С учетом того, что нам все-таки жизни людей, наверное, дороги, да? Я уверен, что введение вот этого правила с 1 сентября, оно вызовет огромную сложность у очень большого количества людей, вызовет недовольство этих людей, увеличит нагрузку на поликлиники и вызовет дополнительные траты сил и трудовых ресурсов в системе здравоохранения, которые и так у нас в дефиците. Вот смотрите, еще напоследок вам СМС, как Калужская область. Из-за недоступности срочно квалифицированной медпомощи занимаемся самолечением, покупая в основном то, что прописывали ранее. Не будет лекарств, будут осложнения. Калужская область. Николай Федорович, мы с вами много раз в этой студии встречались, понимая, что вопрос сложный, непростой, здравоохранение недофинансировано. Как вы видели бы все-таки решение проблемы, чтобы люди могли дойти до специалиста? Что для этого нужно, кроме денег сегодня? Кроме денег зачастую у самого пациента в кармане. Кроме денег, я, наверное, скажу так, что нужно очень серьезное, искреннее желание государства сделать систему здравоохранения приоритетной не только на словах. Поэтому нам, вот если будет желание, если будет воля тех людей, которые принимают решения, то в данном случае деньги будут, и организационные решения будут, и все остальное будет. Если пока этого искреннего желания нет, ну, наверное, ничего другого тоже нет. Вот. Спасибо вам большое, Николай Федорович, за правду. Николай Прохоренко, эксперт в сфере общественного здравоохранения. Дайте сейчас, послушав звонок, Геннадий из Татарстана, что он расскажет, потом продолжит. Геннадий, здравствуйте. Два вопроса, здравствуйте. Пожалуйста. Первый, человек в возрасте должен ходить по врачам, практически, ну, как минимум по пяти врачам. То есть сидеть неделями для получения рецепции. И второй вопрос. В любом случае, вопрос приобретения лекарства, будет получаться переплата за это лекарство. На это аптеки пойдут так же, как по любому закону, там, начиная с свиноводочника и так далее, и так далее. Вот этот вопрос, меня волнует. Подождите, раскройте вот мысль, что вы имеете в виду? То есть люди пойдут в какие-то там свои аптеки, я не знаю, будут пытаться уговорить... В аптеку пойдут, переплатят аптеку. А, то есть, грубо говоря, коррупция. Я понял, все. Понятно. Ну вот, к сожалению, наверное, эта ситуация не получится. По одной простой причине, что на прошлой неделе как раз те, кто занимается подготовкой технической, да, честный знак, по-моему, они занимаются, и там четко прописано. То есть, ну, как бы для всех, для понимания. Если не будет введен, значит, из рецепта не будут введены данные правильные, касса не откроется. То есть мы не введен, и все. Поэтому, плати не платит, к сожалению, здесь не обойдешь эту ситуацию. И очень много вопросов, действительно, у нас, в принципе, существует всего там 4 вида вот этих бланков, да. В основном мы 107-м пользуемся, а там нету ни серии, ни номера. Подождите, мне давали там какой-то обычный листочек, она просто свою печать поставила, даже непонятно какая-то... Да, но это вам не повезло, вообще мы должны пользоваться именно 107-м. Так этот 107-й, он не бланк, если раньше бланки, они печатались, обязательно типографии, выписывались, там получались определенное количество на поликлинику и выдавались под роспись, то теперь это можно скачать из интернета, там 107-ю обычную форму. И самому себе выписать? А можно, ну, вообще есть такая даже форма, и врач указывает, может, что для применения для себя, если уж так. Ну, зря вы об этом рассказали, сейчас, знаете, у нас... Вот, понимаете, сегодня как раз говорили о том, что если раньше преподавали и была достаточно такая серьезная наука по выписке рецептурных бланков, то сегодня это утеряно, и на сегодняшний день, вот, знаете, видите, даже может быть откровением для кого-то, что врач может так это выписать для себя. Так, чтобы мне разобраться и не запутаться, и нашим зрителям тем более, значит, правильно ли я понимаю, что в этой истории два нововведения. Первое – это маркировка, а второе – это ввод специальных каких-то данных. Да, то есть, ну, маркировка нас особо, наших пациентов, как бы не касается. Нет, почему касается? А зачем маркировка? Мы же, конечно, кто-то за нее заплатил. Да, маркировка, разумеется, вводится для того, чтобы контролировать, чтобы это было отчетное, чтобы было видно движение препарата, чтобы было видно... У нас много паленого бывает, у нас бывают рецепты, ну, не выписаны нечестным образом на серьезные препараты, да, на эти, поэтому отслеживание, контроль должен быть, и эта маркировка, она является доказательством того, что препараты выпущены законным образом и получены с линии, проведены определенные тестирования. Но, я говорю еще раз, это скорее касается аптечных и наблюдательных, то есть, это Росздравнадзора больше касается, ну, у нас тоже, наверное, опосредованно. А вот данных самого, ну, с чем пришел, да, пациент. То есть, раньше можно было прийти, я не знаю, выписка, сделать эпикриза. Вот тоже интересный момент. Мы выписываемся, лежали в стационаре, выписываемся, нам писали эпикриз, и внизу писали, какие препараты рекомендованы. Мы выписались сегодня, попасть завтра к врачу, ну, невозможно реально, а нам нельзя терять. Мы шли с этим эпикризом, и нам давали препараты. А вот как бы сейчас, то есть, нужно опять вернуть прежнюю практику выписки рецептов в стационаре. Это тоже облегчит немножко жизнь. То есть, это такой нужный пункт. А вот еще интересно, что заявили в Ассоциации независимых аптек и в Альянсе фармацевтических организаций, вот МК приводит, цитату, нет разъяснений, имеется в виду, вот как все это вводить, нет разъяснений, как это делать, но оператор системы МДЛП, мониторинг движения лекарственных препаратов, заявил, что в ближайшее время пройдут вебинары. Вот это прощохло, это я понял, что в принципе, наверное, конь не валялся. Может быть, как-то это все дело отсрочить. Давайте сейчас послушаем, что нам Наталья из Воронежа расскажет. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Да, пожалуйста. Я хочу сказать, что выписать рецепт, вот Воронежская область, да, и сам Воронеж, не последний город в России, выписать рецепт в поликлинике, это целая история, потому что у нас к участковым врачам даже очередь на несколько дней, а иногда бывает и недели, потому что врачей не хватает. На одном участке, на двух участках работает один врач, причем это касается не только взрослых, но и детских поликлиник. Что вот я недавно буквально обнаружила случайно совершенно. И вот представляете себе, что такое выписка рецептов в том случае, когда, скажем, мама заболевшего ребенка четко знает, что вот это лекарство ему нужно, и что ей делать? Она завтра к врачу не попадет. А может быть, уже послезавтра будет поздно. Я считаю, что результатом всего этого безобразия будет просто повышение смертности, которая у нас и так высокая. Все. Вот это отложенный результат, но он скажется ран обязательно. Наталья, спасибо за ожидание. Давайте еще сразу послушаем Надежду из Нижнего Новгорода. Надежда, здравствуйте. Какое у вас мнение? Здравствуйте. Здравствуйте. У меня мнение такое. Вот я диабетик, и каждый месяц я приезжать должна из деревни. Я полгода живу в деревне, полгода я живу в городе. И каждый месяц я должна ехать в поликлинику, записываться к терапевту, отвлекать терапевта, получать рецепт. Потом опять ехать, получать лекарства. А нельзя просто какого-то человека посадить в поликлинике, хотя бы вот в больших городах, сейчас же компьютеризации везде. И пусть он принимает звонки, выписывает рецепт, только приехал, получил с документами этот рецепт, и никого не дергаешь, ни терапевта не дергаешь, время у него не отнимаешь. Сама 20 раз не ездишь, не дергаешься в поликлинику. Вот я поднять не могу. Вы имеете в виду, если речь идет о том лекарстве, которое вам просто положено по состоянию здоровья, то есть у вас хроническое заболевание, соответственно, вам это лекарство необходимо все время, правильно? Да, 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 хроники, хроники. Хроники, да. Ну, логично, конечно, логично. Спасибо большое, Игорь Викторович. Да, да, абсолютно правильно, я тоже согласен с нашим телезрителем, этот вопрос бы решило, то есть хроническое, если нет у человека изменения, если нет каких-то новых реакций на лекарства, ему нужно только продлить, только выписать, действительно, почему бы нет? И об этом мы и говорим, а где взять только этого врача, где взять эту единицу дополнительную, которая будет сидеть? Игорь Викторович, я понимаю, что я не врач, наши зрители далеко не все медики, кто нас смотрит, но примерно баланс мнений ясен, в какую сторону. Что сейчас, если вы с этим согласны, тоже с мнением зрителей, что сейчас можно сделать для того, чтобы не нарубить дров? Ну, вот самый-самый оптимальный вариант, да, то есть мы согласны с тем, что действительно контроль за рецептурным отпуском и выдача по рецептам, это необходимость, и особенно необходимость, да. Но, действительно, стоит, наверное, вводить ее в пилотных проектах, посмотреть, как это покажет. Там, где это уже есть, та же Москва, те же крупные города, Новосибирск, если все сложится, какие-то будут шероховатости убраны, дальше будет это нарастать, система вокруг этих городов и постепенно перейдет на всю Россию. То есть основное через пилотный проект, действительно, подключение максимальное. Есть возможность на какой-то, я не знаю, общественной площадке, экспертной площадке вот это мнение, мнение, получается, зрителей ОТР донести? Да, я думаю, что еще с прошлой недели уже подобные площадки были организованы, сегодня как раз у нас выступал Ян Владимирович Власов, он сопредседатель Всероссийского Союза пациентов, и в течение вот этого месяца, я думаю, будет проведена еще не одна такая площадка, где мнение общественности, мнение общественных организаций, мнение самих пациентов. Ведь работа аптечных киосков, работа медицинских организаций, она ради чего? Ради пациента. И все эти действия должны быть ради пациента, ради здоровья пациента. Это самое главное, потому что, знаете, у нас иногда даже такие очень хорошие, по сути, инициативы, они настолько, или их описание в прессе, я не знаю, настолько выхолощено все, что остается ощущение, что все наоборот, как раз строго против человека, что человека за этими инструкциями никто и не увидел. Вот, мне складывается мнение, что кто-то, коллектив какой-то, он пытается, вот я не данно применить ситуацию, а вообще, да, когда вот, как вы говорите, то есть, он пытается как-то упростить ситуацию для себя. Ситуацию контроля, ситуацию определения чего-то, там, управления, я, но не как конечного пользователя. То есть, именно любое решение, любое, наверное, какое-то развитие события, оно должно происходить от конечного, на кого направлено. И в данном случае на пациента. Если направлено пациента, от него и должно исходить. То есть, как будет пациенту удобнее, вся система должна строиться вокруг этого. Пациента-ориентированная система. Абсолютно с вами согласен, да. Не успеваем, наверное, еще есть пару минут поговорить тоже на важную тему. Доступность лекарств, я имею в виду даже, я сейчас даже говорю не о ценах, я говорю просто о наименованиях. Что у нас сейчас, понятно, что продолжается, не прекращается противостояние Западу. Тем не менее, насколько мы сегодня защищены, а пациенты, у которых там разные заболевания, могут рассчитывать на то, что есть аналоги западных лекарств. Ну, прежде всего, действительно, наша фарм-отрасль, она развивается и берет на себя ряд каких-то таких аналогов, препаратов. Ну, понятно, что это не один день, это не один месяц, для этого нужно развитие. Но, тем не менее, заявок таких достаточно много, и фарм-отрасль наша отечественная поддерживает. Надо отдать это должное. Зарубежные партнеры, все-таки медицина, это вне политики, пациент вне политики. И, действительно, сложности есть, но, тем не менее, поставки для пациентов, особенно для экстренных пациентов, для детишек, в серьезных заболеваниях, они идут, они поступают в нашу страну и наших пациентов также поддерживают. Нет такой дискриминации по региональному признаку, что, например, там большие города завалены, а до, не знаю, малых городов... Да нет, насчет завала я бы как бы постеревался сказать. Я не думаю, что где-то все завалено. Бывают какие-то всплески, да, вот ковидный всплеск, когда все выкупалось, какие-то препараты пропадали. Действительно, бывает, и это бывает именно по каким-то, может быть, даже информационным поводам. Вот, как сейчас, например, зрители пишут, что люди сделают, побегут в аптеку, как за гречкой. У нас будет дефектовка, да. И вот сегодня об этом говорил, как раз, представитель индустрии, о том, что этого делать ни в коем случае не надо. Спасибо вам большое, Игорь Викторович. Давайте следить за тем, как развивается вообще информационный каскад вокруг вот этого нововведения, или, скажем так, того, что было ранее запланировано, и, возможно, еще будет повод встретиться уже ближе к сентябрю. На студии был Игорь Цикорин, сопредседатель Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Департаменте здравоохранения Москвы. Спасибо большое всем, кто звонил, писал. Ваши мнения нам очень важны, это действительно важно. Благодарим переводчиков жестового языка. Ольга Иванова, Ислан Ильисеев. Меня зовут Константин Чуриков. Счастливо, смотрите ОТР. До свидания.